всем привет друзья пока еду в зал хочу объявить для вас конкурс хороший кто в instagram просматривает мои посты уже видел о чем речь речь о том что сейчас задать придумать изобрести хороший вопрос очень очень сложно это искусство это как философии философия сейчас на таком уровне что самое сложное философии найти новый вопрос над которым другие умы будут ломать свои мысли действительно как бы это не звучало почему это так происходит вот простой пример я веду канал уже пятый год и не говорю уже о стаже почти 30-летним тренировок 15-летнем стаже моего персонального тренинга и за все это время а особенно естественно за то время как я взял на себя ответственность и смелость делиться с вами своими знаниями и опытом кстати огромнейшее спасибо за то что вы присылаете вопросы потому что основываясь на них я естественно делаю тоже какие-то выпуски пишу статьи и обратная связь очень важна для любого блогера особенно для такого материала который преподношу я потому что когда я вижу отдачу я понимаю насколько качественно я ее преподношу доношу и вообще нужна ли она вам то количество подписчиков которые канал с такой скучной и нудной тематикой набрал для меня просто удивительно мы перевалили за 100 тысяч вы уже это знаете не перестаю этому удивляться друзья действительно так вот за все это время приходит огромное количество вопросов вы это тоже сами видите но они повторяются единственные вопросы которые вот недавно я озвучивал о том влияет ли приседание в классической стойке стойки стойки сумо на внутреннюю поверхность бедер что они начинают расти в девочек и трутся друг от друга еще 2 вопроса сейчас прям не вспомню за исключением этого последний год наверное было еще два-три вопроса всего новых обычно все вопросы повторяют друг друга копируют друг друга люди либо не просматривают более ранний материал либо просто не хотят заморачиваться и пишут вопрос напрямую но повторяю 90 процентов вопросов которые вы присылаете как минимум они уже по 4 а то и по 5 раз озвучены и в видеороликах и в статьях так что перед тем как задать вопрос сначала изучите то что было до этих роликов с которыми вы познакомились или статей с которыми вы тоже ознакомились прочитав их так вот друзья исходя из всего этого я решил сделать конкурс на два лучших вопроса один вопрос от девушек один вопрос от парней лучший вопрос и от девушек и от парней получит от меня очень хороший подарок конкурс закроем где-то в июне в июле поэтому дерзайте изобретайте вопрос и самое главное вопрос должен быть помимо того что интересным он должен быть новым вот из таких интересных новых которых до этого не было вопросов я и выберу победителей а может быть вы выберете ставьте лайки на те вопросы которые будут писать другие и по количеству лайков это тоже будет естественно влиять на того кто станет победителем мне самому это интересно я думаю это будет очень интересно и вам что нужно для того чтобы поучаствовать в этом конкурсе нужно только изобрести вопрос написать его под этим видео в youtube когда она выйдет и обязательно сделать репост себе в группу в контакт в одноклассники или любую другую соцсеть если вы не сделаете репост вы не сможете стать участником конкурса но ваш вопрос все равно будет рассмотрен практически все вопросы которые придут я зачитаю в отдельном видео мы сделаем отдельный ролик может быть даже в прямом эфире где пообщаемся с вами на эту тему и я на все их коротко отвечу самые интересные естественно лягут в основу новых сюжетов и для видео и для статей но самое интересное друзья то что этот конкурс вы сами увидите как заставит вас задуматься поразмышлять над тем что вы уже знаете какой опыт у вас есть практически теоретически и это поможет и вам и мне двигаться развиваться дальше поверьте нет ничего захватывающего более захватывающего и интересного чем размышлять над интересующей над любимой темой особенно когда пытаешься изобрести что-то свое кто-то изобретать колесо друзья но я с вами здесь не соглашусь потому что когда я стал именно аналитически подходить к занятиям к тренировкам стали открываться на многие глаза стало понятно что периодизация просто необходимо и для натурала и для химика неважно для натурала особенно стало понятно что система джо вейдера какой бы она ни была классной прогрессивной революционной она на начальном этапе натуралу вообще бесполезной может быть даже где-то опасно стали приходить мысли размышления которые вылились в статью видео о рейтинге мышечных групп по их зависимости между собой кстати нигде больше такой информации не встречал изучая постоянно какие-то новые материалы особенно такие скучные нужные как спортивная анатомия натыкаешься постоянно на какие-то очень интересные никому не известные факты кстати я об этом написал статью и этот факт стал для меня определяющим во многом насколько грамотен тренер инструктор особенно в анатомии особенно тот который говорит упрекая других что то ты не понимаешь что такое биомеханика и анатомия и он лег в основу одного из конкурсов кстати попробуйте тоже ответить вопрос такой какая мышечная классификация самое важное о чем должен знать в первую очередь тренер инструктор и по большому счету любой человек занимающийся той или иной физической активностью попробуйте проверьте себя и проверьте вашего тренера не буду лукавить я тоже с этим ознакомился пару лет назад всего что меня очень сильно не порадовал потому что казалось бы закончив университет физической культуры и спорта факультет точнее извините физической культуры и спорта в университете пройдя огромное количество часов над изучением анатомии физиологии это как-то прошло мимо я даже не могу вспомнить точно преподавалась ли университете сейчас чтобы не обманывать вас но это очень важно и не буду уже даже говорить о том как врачи и лечили залечивали меня и три года чуть было не загнали в гроб с моими грыжами протрузиями мне становилось только хуже и хуже и настолько хуже что не помогали даже 7 таблеток обезболивающего уже и опять-таки садишься за изучение материала пытаешься перелопатить максимального же возможное количество информации для того чтобы чтобы избавиться от боли и приходишь к тому что оказывается именно приседаниями становыми тягами потом и экстензиями спины гиперэкстензиями спины специальной гимнастикой вылечиваешься не просто у тебя исчезают боли вообще дискомфорт уходит напрочь при условии естественно постоянной профилактики об этом пишу книгу об этом у меня есть много статей вы знаете и многие медики до сих пор с этим не соглашаются но почитайте комментарии уже больше тысячи человек написала о том как им помогло как помогает не просто вернуться к нормальной здоровой жизни все эти советы а как это помогло им снова заняться физической активностью спортом пауэрлифтингом бодибилдингом и причем хорошо прогрессировать многие люди под 40 пишут что они используя мои советы рекомендации сейчас выглядят лучше чем выглядели в 20 лет а посмотрите я постоянно твержу о минимализме для натурального атлета сейчас все абсолютно все включая шредера даже мне говорят приходят к этому к сожалению для большинства еще не доходит что периодизация это единственный правильный путь но я уверен что и это скоро приведет всех здравомыслящих грамотных людей на этот путь может показаться и возможно это так и есть что я считаю что только моя точка зрения единственное правильное и верное друзья я так не считаю но мой практический опыт а я вам не раз уже говорил что любая теория для меня без практики это труп зловонный показывает и подтверждает все то о чем я вам говорю и вы именно подтверждаете это потому что можно было бы говорить о субъективности если бы это касалось только меня но ведь вы мне пишите что вам это помогает что на вас это работает сколько девочек мне пишут в комментариях вы это тоже видите как они улучшились выбросит все эти папе папа махи всю эту чушь которую впаривают сейчас не знаю зачем уважаемые фитоняшки хотя возьмите ту же усманову посмотрите ее ранние тренировки вы увидите что она приседала что она делала все это оставив только шесть упражнений вообще как что это касается парней и девчонок не в один день только естественно люди выглядят лучше люди прогрессируют и этому есть простое научное обоснование можете почитать мою статью научное обоснование базы где со всех разных точек зрения со стороны биохимии физиологии анатомии показываю буквально пару предложениями почему база почему не изоляция почему минимализм так что друзья основная заслуга в том что канал развивается и естественно благодаря этому развиваюсь и я это только вы мои подписчики потому что видя адекватность абсолютного большинства из вас и даже с некоторыми как я думал своими хейтерами мы сейчас находим общий язык и нормально общаемся ну это не может не вдохновлять серьезно это настолько радует меня душевно греет если хотите что хочется продолжать и продолжать я не знаю мне многие пишут что я выпускаю ролики каждый день а то и по нескольку и якобы засрал уже весь канал но я так не считаю если есть возможность если есть темы которые можно и нужно выпускать почему не нужно этого делать сказывается это на том что уменьшаются просмотры монетизация друзья но канал ведь созданы для того чтобы получать с этого деньги тем более живя в америке получая максимум там двести восемьдесят долларов которые мне на бензин сразу уходят это не заработок я думаю вы понимаете и если бы я задумывался о том как та или иная моя точка зрения на тот или иной вопрос отразится на моих подписчиках то я наверное вел бы тоже канал какой-нибудь за рубами с всякой хренью ненужной абсолютно бесполезной которую смотрят малолетки только но нет выпускаю ролики о том что кроссфит это полное говно и не просто говно а заниматься им вообще нельзя если вы хотите оставаться здоровым и даже если вы просто хотите оставаться в живых я ведь понимаю какое огромное количество подписчиков отписалась от меня после этого я это видел после первой части но нет я же выпустил вторую и я думаю вы это цените друзья точно так же как и я ценю ваше внимание и вашу обратную связь лучшая благодарность это от вас для меня конечно же репосты всех моих видео статей или хотя бы тех которыми вы считаете полезными нужно поделиться вот это лучшая благодарность лайки дизлайки тоже ставьте если что-то нравится не нравится но обязательно пишите комментарии все это на самом деле помогает развиваться каналу и двигаться делать его максимально полезным для максимально обширного количества для максимально обширной аудитории для максимального количества людей которые занимаются тем или иным видом физической активности это я считаю самое важное ну что друзья изобретаем вопросы участвуем в конкурсе делаем репост этого видео когда он выйдет на youtube и пишем под ним свои вопросы повторяю главное чтобы вопрос был новым и интересным и каждый вопрос от один от парней один от девушек получит хороший приз от меня лично всем пока спасибо что смотрите удачи и позитивно всем привет меня зовут виталий фатеев всем подписчикам канала большой респект отдельно георгию за его те видео которые он выпускает я смотрю то что очень прогрессивно и идет большой объем информации в котором просто можно заблудиться может найти все ответы на ваши вопросы скажу вот что у меня появился свой канал который может тоже найти на ю тубе и у меня уже есть первое видео которое я снял совершенно недавно и тоже смонтировал специально для вас смотрите подписывайтесь меня зовут виталий фатеев я профессионал айпб занимаюсь бодибилдингом и что желаю вам прогресса новых результатов в спорте а